Естественно, от Кристины я не уехала с пустыми руками, потому что, мне кажется, это просто невозможно. Итак, сливы груши. Виталь, сливы груши. Кристина дает. Тебе орехи... Как они называются? Виталь, быстрее соображай. Алло, фисташки. Дальше. Какой-то странный соус. Соус с перцем, с арахисом и с кунжутом, с каким-то красным. В общем, будем пробовать. Она хвалила. Хрен. Пирожки с картошкой и с грибами. Потому что она сказала, что они есть не будут, они поздние, а она нам это делала. Ну, хорошо. Спасибо большое. И масло растительное покучее. Настоящее тамбокское. Все, друзья, у всех мои запасы. Сейчас чаю попьем, поедем в магазин. Я думала, куличами заняться, но нет. Сначала в магаз. Вот я, собственно, и чай не поставила. Вот интересно. Не, я поняла. Кроме меня, посуду здесь. Ни посудомойка, ни посуду. Это... Нет. Все. Чай буду пить. Чай. Масло. И хлеб с солью-то. Вот это все поставлю, чтобы она мне здесь уносилась. Еще и дядю Ваню я достала. Голодными глазами смотрю. Так, мы в какой магазин поедем? В Перекресток? Мы еще знаешь, куда заедем? Если заедем. А сколько время? Ой, надо поторопливаться. Я бы в пятерку заехала. Может, там авокадо будет. А вот с другой стороны, ладно. В общем, с этим авокадо. От Лены, кстати, привет. Какой я этого хотела. Вкусно. Вот такие точно зубы. Ну, только каждый один настоящий. Мишет, они не смущают? Ну, разные они вообще. А не вот сюда. Рокомастера длохнула. Да, они разные. И форму их равны. Ну, форма должна быть важная. Потому что правый, левый. Главное, не этот зуб. Он вот так косит. Этот вот сюда. Несимметрично. Мне кажется, когда она увидела мои глаза, когда я увидела в зеркало эти зубы, я сразу поняла, что это не то пальто. Я вообще не поняла, что за прикол у этих техников делать огромные эти соседние зубы, вот, например, двойки. Он мне сделал вот такую балдышку. Я думаю, зачем это мне надо? Успиливайте. У меня с этой стороны который от природы красивый зуб. Ну, он говорит, ну да, да. Посмотрим, что будет в окторе. Малышка моя. Малышка моя. Я ожидала большего. У меня работа сложная. Давайте еще от этого отталкиваться. мне понравилось, что меня не пытались убедить в том, что они мне должны понравиться. Но если бы только меня попытались начать убеждать, что они хорошие, красивые, я бы взорвалась. Но это непоносимо. Меня прошлый врач убедил, что красивые зубы и мне их поставили. Вы представляете? На сколько я в итоге с ними отходила? Пусть пять лет. 250 тысяч. Я не смогла. Мне их захотелось переделать. Еще тем более меня там замечили. Нужно было удалять воспаленный зуб. Вы поняли. Пять лет. 250. Я не готова каждый пять лет отдавать по 200 тысяч за зубы. Реально. У меня здесь я буду делать до тех пор, пока мне полностью все не понравится. Реально. Ну, пока рано говорить. Они ничего плохого не сделали. Они показали первые счеты, первые готовые слепки, которые первые. Не пятые, не десятые, первые. Возможно, все будет неплохо. Моя врач, она хорошая. Понимаю, что такая девушка, она не просто там влечит, она вникает в суть проблем у человека. Она очень заинтересована. Не только потому, что ей платят, она любит свою работу, это видно. Ей важно, чтобы человеку понравился результат, и это видно. Мне встречались и такие, типа, ой, нормально. Предыдущий такой был. У меня зубы же есть, а горло и что. Но они же страшные. Тебя лучше не сделают. Да ладно. У меня сейчас времянки лучше стоят, чем были циркунивые за 75, три короткие. А это 5-6 лет назад я их за эту цену ставила. Временно и красивее выглядят, чем те. зубы. В общем, зубы это вообще, во-первых, долго, во-вторых, муторно, в-третьих, дорого. Но есть большой плюс, когда-то наступает этому конец. Надеюсь, что конец истории зубами настанет раньше, чем в общем мой, в принципе, конец. в территории наши части соединений. Вот в этом большая проблема, потому как сегодня нам приходится очень сложно проводить работу в этом направлении и обезопасить традиционно население и свои части соединений вот эти направляющие вещи. Вы поняли? Это провокация, это провокация может быть в действительности обратно же для тех ньюс, которые там возможно находятся и уже готовить и показать драму сообществу это Россия. Что, полетали? Семечками пахнет, как я люблю. Кристиночка, спасибо тебе. Это моя гурика, Кристина, я куплю. Это бесполезно. Вообще бесполезно. Я, я даже, знаете, я уже поняла, что от нее с пустыми руками уехать невозможно. Ну, это нереально. Это все равно, что выйти под дождь и попытаться остаться сухим. Это невозможно. просто и орехи, и орехи, и орехи, и орехи, 150 всего. Все, поехали, в магазин. Кушьте с удовольствием. и орехи, и орехи.